В первую очередь на аппаратном совещании обсудили осенние сельскохозяйственные ярмарки. С шансом реализовать свою продукцию, минуя посредников, пользуются труженики-соседник с Магнитко-Агаповского, Верхнеуральского и Нагайбакского районов, а также фермеры из Башкирии. Для производителей такие ярмарки – неплохой способ заработать, ведь с них не берут денег за аренду, поэтому и цены на овощи должны быть ниже, чем на рынках. Так, картофель на таких ярмарках на сегодняшний день в среднем стоит 15 рублей, морковь – 17, капуста – 18, свекла – 13, лук – 17 рублей за килограмм. И за время проведения ярмарок продукты дорожать не должны. Напротив, допускается лишь снижение стоимости. В Ленинском районе сейчас работает одна такая ярмарка на площади Горького. Скоро откроются еще две. В Правобережном районе будет три сельскохозяйственные ярмарки, причем одна на стоянке возле дома 116 по проспекту Ленина откроется впервые. А вот в Радженикидзовском районе нет подходящих площадок для организации ярмарок. По всему району будут разбросаны небольшие торговые точки. Практически все они расположатся на парковках возле торговых центров. Давайте смотреть. В этом году, конечно, мы уже ничего не успеем организовать. Давайте смотреть все-таки точку для организации такой серьезной ярмарки. Две точки вам точно нужны. Левый, правый берег – это точно нужно. А там уже все остальное, я не возглавляю, что оно будет. Но надо такие тут. Неужели у нас нет сегодня земли? Есть. Далее речь зашла про обустройство уличной дорожной сети. Новые стандарты вступили в силу еще в прошлом году. Особенно пристальное внимание уделено уличной дорожной сети около образовательных учреждений. Зебры здесь должны быть обустроены искусственными неровностями, а также светофорами с желтым мигающим сигналом. А если знак пешеходного перехода находится на проезжей части с двумя и более полосами движения, то он должен дублироваться. На обустройство пешеходных переходов в Магнитогорске уже затрачено 5 миллионов рублей из бюджета области. Сейчас принято решение выделить дополнительно из городской казны еще 10 миллионов. Также зашла речь и в целом о программе повышения безопасности дорожного движения в городе на 2013-2017 годы. Виталий Бахметев обратил внимание на качество дорожной разметки. На следующий год работаем по усоснику. Как мы сработали по пластиковой разметке, мы продолжаем работать. Второй раз будем носить с этой же компанией, посмотрим, может быть, кого-то еще поискать. А по остальным улицам только-только на усоснике. Качество разметки не устраивает. Не устраивает ни меня, не устраивает ни ГАИ. Это не разметка. Это побелка асфальта буквально до первого дождя. Кстати, о дорожном движении. Отдельно обсудили на аппаратном совещании тему маршрутных такси. Поведение желтых газелей на дорогах уже стало притчей во языцах. Последний рейд выявил десятки нарушений. Перевоз пассажиров стоя, выход на рейс без документов, неисправный транспорт. Отдельная статья о разворотной стоянке, а точнее их ужасное состояние. Там, где должны находиться 10 газелей, скапливается сотня. Лишь появление людей в форме способно заставить водителей маршруток соблюдать требования. Сейчас этот вопрос на особом контроле у городской администрации. Мы ходили, я там кричал, матерился. И что, они сидели, покуривали. Ну и ходишь, ну и что. Как человек в погонах повелся? Тишина. Теперь приехали, вообще идеальный порядок. Даже бумажник. О нарушениях правил благоустройства говорила на аппаратном совещании и начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Елена Паксюткина. В Магнитогорске было выявлено несколько магазинов, которые захламляли прилегающую территорию. Также были зафиксированы случаи самовольной обрезки кустов. Всем им вынесено предписание нарушения устранить. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.